Правила можно слушать и сидя и стоя, поэтому располагайтесь как хотите, я с вашего позволения присяду. Ребята, смотрите, базово любой семинар по правилам, по-хорошему, по-хорошему, это условно 4 часа, плюс-минус. Нас такого времени нет, да, мы как бы это знаем. Вот, поэтому мы немножко будем в ускоренном режиме. Тем не менее, я думаю, что мы качество не потеряем за счет того, то что, когда рассказывается полная версия, очень много внимания уделяется такому разделу, ну, как там, условно, поведение рефери, прочее, 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 это сейчас, наверное, не суть, вот, как бы, да, с точки зрения правил, потому что вы все-таки, надеюсь, что вы пришли на семинар больше с точки зрения, как применять знания правил на соревнованиях, будучи атлетом, да, а не рефери. Но, тем не менее, смотрите, я в гарде, он гард пассер, я гард плеер, да, он пытается пройти, я пытаюсь так сказать. Я беру, например, оп, с гарда, встаю ему в ногу, да, встаю в стойку, если до трех секунд я его брошу и зафиксирую, суть дела, я завершил свип, да, если после трех секунд, пять секунд поставил и бросил, я завершил трейкдаун. Почему я это говорю? Это я к тому, что, когда мы простояли в этой позиции три и более секунд, мы из положения, когда Игорь защищается от свипа, а я атакую свипом, перешли в положение борьбы в стойке. И если, например, я встал с гарда и до трех секунд, например, вот я встал, только встал, Игорь меня, например, подхватом бросает, я падаю обратно сюда. Он ничего не получает. Он был верхним, я был нижним, я вернулся опять же в свой гард, условно говоря. То есть он, по сути дела, подхватом защитился, да, у меня, по сути дела, неудачная атака. Никто ничего не получает. Если же я был здесь, я стою, пять секунд стоим, и тут мне Игорь делает подхват, да, например, бам, я падаю, да, и он меня фиксирует. Вот он сейчас получает два балла. Почему? Потому что это больше не мой свип, это, условно говоря, нейтральная позиция с точки зрения стойки. То есть это борьба в стойке. Понимаете разницу? То есть, условно, я с гарда встал, например, в ногу, да, критерий три стопы на полу, ну, критерий вот этой позиции, да, просто, понимаете, если я встал, а Игорь, например, вот так стоит, это не стойка для него. Понимаете, да, потому что, опять же, стойка, это когда стопы на полу. Вот, и если до трех секунд он меня бросил, он ничего не получает, я ничего не получаю. Если после трех секунд он меня бросил, он получает два балла, я его бросил, я получаю два балла. Тонкий момент, опять же, помните, я из гарда начинаю, да, я встаю до трех секунд, он меня бросает, отсюда, например, подхватом, да, я падаю и падаю сюда в боковое удержание. Для него это проход гарда, понимаете, без тейкдауна, потому что, по сути дела, он подхватом прошел мой гард, я же начинал с гарда движения, три секунды не прошло, он защищается от свипа, он защитился от свипа тем, что прошел мой гард, технически, понимаете, это такие вот прям нюансы, но они важны. Да, ну смотрите, адвентеджи, IBGEF это адвентедж, незавершенное техническое действие, оно ни во что не переходит, то есть просто вот у вас может быть, человек может выиграть у вас 2-0 по баллам, а у вас при этом 100 адвентеджей. То есть яркий пример это абсолютно Кинон Корнеллиус с Мерегаля боролись, там 11 или 10 адвентеджей от Мерегаля и 2-0 откинули по баллам, и как бы выиграл Кинон. Вот, AGP Advantage является баллом, ACB 2 Advantage конвертируется в балл.